приветствую сегодня мне обзор на садовый инструмент для стрижки хвойных по просьбе подписчиков делюсь своим отзывом под разным видом инструмента это в основном куста резы ножницы подойдет данное видео для тех кто хочет приобрести какой-то садовый инструмент для стрижки своих хвойных растений как частном саду а также для тех профессионалов которые находятся в поиске или рассматривают данный инструмент для работы итак начну с самого первого который у меня появился это электрический кусторез от фирмы bosch такая вот моделька он естественно имеет большой минус так как требует подключения к электросети и переноски и так далее ну что я могу сказать это первый после ножниц я начинал стричь ножницами потом от объема работы и количество ее конечно я перешел к всем электрическим инструментом аккумуляторным но этот первый инструмент который я использовал скажу так работает он на троечку так как сравнение допустим даже с другими кусторезами как макита он очень сильно уступает качество данного изделия хорошие никаких нареканий нет на качество изготовления то есть bosch есть bosch но как-то ножи или что не знаю в общем стрижет он так средненько можно так скажу можно так сказать поэтому неудобствовать и того что он подсоединяется к сети и на троечку стрижка она как бы отодвигает этот кусторез и я его не рассматриваю и покупки не рекомендую далее данная модель это уже штанговый кусторез от макиты сейчас покажу так модель называется doom 461 в данный кусторез я уже использую течение сезона с весны проработал он очень активно этот кусторез имеет щеточный двигатель выдвижную штангу не очень тяжелый вес и принципе как для работы сейчас покажу поближе такой него щеточный двигатель вот такой зуб кусторез принципе мне понравился он отлично справляется с работой по такой легкой не сильно крупной толстой ветки хвои и так далее то есть можно я им стрих изгороди ну опять же не запущены если мы работаем допустим несколько раз за сезон и поросль или хвоя не очень толстая то принципе данный кусторез справляется на все 100 преимущество данного кустореза не сильно он расходует аккумулятор то есть умеренно легкий в руке ну и удобство что он это штанга выдвигается для стрижки стой иногда конечно из лестницы приходится стричь но тем не менее как вариант самого легкого удобного для обслуживания туй я его как бы рассматриваю ну плюс в собранном состоянии когда штангу мы возвращаем в исходное положение я им стригу изгороди всякие формы и так далее так далее то есть неудобно работать данным инструментом очень осторожно нужно смотреть на чтобы не попасть на какие-то острые предметы виде металлической проволоки там и так далее или сухих старых веток на можжевельнике потому что у меня там есть несколько сколов металл хороший но очень хрупкий как и весь японский инструмент который они рассматривают для работы из-за причины ломкости и хрупкости металла я рекомендую быть очень внимательным с данным инструментом и не попадать на толстые сухие ветки или какие-то металлические предметы и так данный кусторез подойдет для работы с мелкой древесиной где не очень толстые срезы для длительной работы таким кусторезом я стригу две большие туи насколько большие но где-то 6 метровые вот если их привести в порядок запущены которые ни разу ни разу не стриглисты в принципе одной батареи на 3 ампера хватает для работы данным кусторезом ну как бы сезон закончился активность работы была существенная в данном сезоне поэтому естественно что после работы я буду снимать ножи и буду подправлять то есть они все равно тупятся какой бы инструмент не был там японский китайский корейский неважно любой инструмент при активной работе он всегда тупится поэтому сезон прошел работы было много я буду подправлять снимать ножи подправлять итак рекомендую данный кусторез для работы в частном саду или для профессионала который работает с высокими туями для стрижки туй можжевельников и всех кустарников которые имеют небольшой диаметр среда следующая моделька да еще одно замечание по данной модели женщин приступать к работе нужно будет открутить данную крышечку и нанести смазку вот чего-то пожалели смазать механизм здесь вот у меня в первый день работы он запищал я раскрыл добавил туда смазки шрус смазал и вот уже работаю долгое время нужно будет может посмотреть сделать еще технический осмотр до посмотреть может смазку поменять и так далее то есть это нужно обслуживать и первый первый раз использования надо обязательно смазать то есть смазку не положили или положили очень мало что он первый день запищал поэтому примите примите во внимание для данной модели так следующая моделька это уже doom 500 в данный кусторез уже отличается от предыдущего здесь можно сказать пульт управления с тремя режимами работы с обратным ходом здесь уже другая мощность другой он также штанговый но уже не выдвижной двигатель здесь уже стоит бесщеточный в отличие от предыдущего я снял эту крышку здесь маска была все нормально все хорошо поэтому этот можно не обслуживать при первом применении зуб здесь крупнее в отличие от этого как видно да расстояние между зубов здесь больше мощность у него больше видно даже по двигателю вот здесь двигатель до такой маленький есть данный кусторез я покупал для работы более толстыми ветвями данная модель имеет укороченную ручку больший расход аккумулятора ну естественно что больше обороты три режима работы но не знаю на маленьких оборотах я не работаю в основном на больших на максимальных также имеется возможность поворота враг на разные градусы самой режущей части приобретал его для более мощных кустов запущенных можно так сказать стрижет он хорошо в лезвие острые за . очень высокого качества ну в принципе вот справляется на все 100 со своей работой то есть как бы для чего он покупался он на все 100 стрижет он пошустрее конечно чем предыдущий легче потому что обороты больше захват между зубами больше ну естественно он мощнее и так далее то есть так предыдущий дум 461 в его ценовая ценовая политика в размерах я покупал с аккумулятором 23 там обошелся у меня самому отдельности он стоит около 15 16 тысяч рублей 500 и же уже на порядок дороже в общем он там стоит наверно под полтинник вместе с аккумулятором и этим зарядным устройством сам по себе он стоит 30 там около 40 тысяч поможет ну плюс еще смотря какой аккумулятор и так далее в общем за 30 цена у него если там без аккумулятора сейчас цена за 30 ну опять же если сравнивать с этим с данным для частного ухода если у вас там туйки какие-то можжевельники то нет нужды покупать данные если у вас нет таких больших объемов где толстые кустарники где нужно ну почему потому что во первых к нему нужно брать уже два аккумулятора или же один большой на 6 ампер но он уже будет стоить я же что порядка там 8000 наверно этот аккумулятор сейчас не знаю какие там цены вот поэтому у меня я работаю тремя вернее двумя 3 ампер нами одним работой 2 запасе как зарядка заканчивается ставлю на подзарядку а вторым работает то есть неудобно работать и по весу как бы и по удобству мне удобно вот данный кусторез выполняет свою работу имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с этим во первых он тяжелее он короче он больше берет объем аккумулятора забирает до рабыста и быстрее заряжает в отличие от этого лучше стрижет берет больший диаметр среза ну и все наверно так рекомендую для тех кто у кого есть большие объемы таких плотных крон кустарников там хвойных растений так далее так далее то есть в сравнении с этим он намного мощней легче берет лучше стрижет и так далее в общем выбор тут уже конечно в зависимости от объема работы от сложности работы и так далее ну в общем макита есть макита в принципе неплохой инструмент мне нравится следующее это уже будет не аккумуляторный а бензиновый кусторез от фирмы сейчас покажу фирма холс форма это уже идет представитель хускварны кто знаком с такой фирмой ну один к одному это копия наверное все таки это они и делают его потому что хускварна тоже производится сейчас в Китае поэтому это наверное та же хускварна только под новым брендом но абсолютно копия качество очень высокая здесь покупался данный кустарез для запущенных кустарников для толстых ветвей для стрижки каких-то там деревьев и так далее так далее ну преимущество данного инструмента это мобильность это продуктивность повышенная да в отличие от аккумуляторных ну естественно что лимит использования у данных техники он намного превышает всех аккумуляторные весь аккумуляторный сегмент инструмента ну что я вам хочу сказать классный инструмент показываю здесь также крупный зуб такой же как и у макиты но здесь он выполнен из нержавейки но здесь какой-то там этот прочный японский металл какой-то там есть номера я сейчас не буду вдаваться зачем кому оно нужно кому и так что хочу сказать по данному инструменту очень высокое качество ножей рубит он все что попадается ему зубы то есть если рассматривать инструмент для работы по очень запущенным каким-то кустарником для стрижки каких-то деревьев и так далее так далее срежет он идеально ничуть не хуже макита может даже и получше как мелкую хвою так и крупные то есть берет все здесь качество конечно очень высокое единственное что у макиты конечно вот сам зуб он чуть поболее вернее подлиньше до расстояние примерно такой же но здесь чуть покороче но это естественно потому что он рассчитан на более толстый рез редуктор так же надо смазывать он уже не выдвигается единственный минус данного кустареза он тяжеловат и требует качественного масла масло под также заливаем скварно его оригинально давно уже пользуюсь лет двадцать данным маслом считаю что это масло заслуживает внимания для мототехники вот ну а так нареканий нет классный инструмент для толстых ветвей для работы где-то в зарослях где запущены кустарники деревья так далее если это какая-то стрижка что-то исправлять то есть я покупал его для попадаются такие участки где без него не зайти то есть уже последующие стрижки можно перейти на этот кустарец или на этот но а первое если все запущено эти конечно уже будут не в тему итак для данной работы рекомендую как высококачественный инструмент фирма качество как у скварно дальше вот такой еще у меня есть инструмент от фирмы дел дат 1221 ли ну это малыш вот такой классный кусторез я им очень доволен стрижет он просто изумительно как можжевельник так и тую просто нет слов выразить насколько он классно стрижет наверное даже получше чем макита это сегмент макиты ну пациент по цене да сейчас скажу по поводу данного предыдущего инструмента я его покупал в районе 30 тысяч этот бензиновый так этот я купил за 13 чем-то ну макита примерно стоит на 50 этот длина 50 макиты стоит там начиная от 15000 и выше в зависимости от двигателя и так далее так далее здесь также бесщеточный двигатель аккумулятор есть возможность регулировки как и в данной маките регулировки оборотов только здесь выполняется это поворотным рычажком аккумулятор здесь на 2 ампера чем преимущество здесь подходит аккумулятор от макиты поэтому для меня это вообще классно потому что у меня получается три теперь аккумулятора вот которые можно использовать на все весь ряд инструмента ну что хочу сказать ну данный здесь длина режущего полотна там по-моему 30 сантиметров он небольшой ну чем как бы его фишка это стрижка всяких горок всяких каскадов на можжевельниках всяких лап неваки и так далее то есть я его давно рассматривал давно искал макиты таких нет к сожалению вот именно такого маленького коротенького да он очень удобно в руке лежит легкий практичный и можно делать такие выстригать такие фигурные стрижки как еще раз повторюсь бывает у меня попадают там стрижка неваки лап всяких и так далее это очень удобно что не скажешь уже за предыдущий инструмент которым неудобно выполнять данную стрижку ну что вот рекомендую классно я же еще раз повторюсь что здесь также нержавеющая сталь высокое качество заточки двухсторонняя заточка везде на всех инструментах которых я сказал в отличие от макиты здесь еще есть большой плюс есть вот такой штуцер для заполнения данного редуктора смазочным материалом смазка там идет уже зависимости я смазываю шрусом потому что она графитовая смазка такая используется для разных нужд но в общем у кого как говорится какой взгляд но очень удобно что здесь можно добавить смазку или поменять и заполнить новую уже через штуцер ну что какой тох рекомендую очень классный куста рез удобный легкий режет просто изумительно ну это категория макиты это в одном в одном в одной категории качества идут что дело что макита классный ну а следующие это уже ножницы да я использую такие ножницы от фирмы finland работаю уже на четыре сезона ими ну вообще без нареканий классные ножницы это такой в районе трешки они стоили когда-то внутри тысячи по-моему платил за них не знаю какая сейчас цена поменял поменялось или нет металл хороший ни разу не точил я их режут они очень хорошо качественно ну как бы не вижу смысла мне мне достаточно дел подправлять допустим я стригу нам нужно где-то что-то подправить под выровнять вот я там где невозможно достать этим я всегда стригу или раньше вообще стрих только ножницами и они меня устраивали в принципе очень острые хорошо сделаны работают выполняя свои функции дальше по поводу аккумуляторов да так я использую оригинальные макитовский аккумулятор на 3 ампера но у меня их два поэтому мне это удобно кому нужно больше пожалуйста можете больше но это уже плюс вес потому что допустим 6 амперный будет уже весить как два таких да по объему же вот поэтому или брать два 3 амперных или один 6 амперный это уже как говорится каждому для веса уже будет минус ну и удобство в том что здесь одним работой второй заряжают тот если посадил придется сидеть ждать вот потому что у меня бывает день работы я заряжаю по четыре раза то есть целый день допустим 6 часов стрижки то никакой аккумулятор не выдержит в любом случае придется заряжать а если заряжать значит это время а это мне неудобно если я буду просто сидеть и ждать пока он зарядится поэтому у каждого свои говорится рамки работы да поэтому неудобно так ну в принципе заряд держит отлично единственные единственное пожелание как бы не разряжайте вот до тех пор пока уже он не остановится на самым кустарезе видите что обороты упали что здесь сюда можно проверить индикацию нажатием да на кнопочку видите что кустарез уже сбрасывает обороты клянули один заряд остался ставим на зарядку не разряжаем полностью так и по поводу зарядки по поводу зарядки тоже есть нюансы у меня была первая зарядка долго играющая долго заряжала но к счастью я попал под дождь и зарядка моя накрылась вместе я работал у клиента вот купил я более лучшую зарядку вот такая вот моделька здесь даже нарисованы часы супер быстрая зарядка заряжает она очень быстро буквально там до часа от получаса примерно где-то так я так четко не засматривался но здесь есть еще вентилятор который охлаждает сам нагрев батареи в общем вот такая моделька лучше чем без вентилятора и с долгим зарядом поэтому кто будет рассматривать отдельно отдельную покупку вот рекомендую данную модель ну еще немаловажно это обслуживание ножей смазка во первых после работы их нужно вымыть можно мыть и я иногда если много смолы мою горячей водой можно добавить ферри туда старой зубной щеткой мочим и вымываем ножи потом нужно поставить чтобы он стек вытереть насухо и смазываем перед работой двумя вариантами я использую или вот такую силиконовую смазку на трубочку через трубочку я пробрызгиваю весь нож со всех сторон ну или же можно использовать такую масленку это кстати продавалась с этим кусторезом такая масленка заливая туда масло для пильных цепей то есть для бензопилы цепь пильная идет специальная смазка масла которая заливается в редуктор вот завод изготовитель рекомендует смазывать данный механизм это этим маслом вот пожалуйста очень удобно тоже пожалуйста раз и можно все это промазывать у кого что просто это что 500 рублей стоит а масло стоит допустим литровая 100 рублей вот поэтому как бы если не ошибаюсь 100 рублей стоило в общем это обязательно потому что она сухую ни в коем случае нельзя работать ну что такое подведу итог я поделился своим обзором как профессионального работника в сфере стрижки растений у каждого есть своя направленность свой взгляд свой стиль работы и так далее кому что удобно это как говорится уже дело хозяйское но на мой взгляд вот чем я работаю стригу я все кустарники и деревья хвойные культуры елки можжевельники и так далее то есть ну все хвойные все декоративные все что стрижется и можно стричь я стриму инструмент поэтому разный для каждого вида деятельности для каждой работы он свой поэтому такой выбирать вам все зависит от вашей деятельности в саду насколько вам нужно какой инструмент это уже выбор каждого ну а вдобавок я еще хочу поделиться вот таким еще инструментом это воздуходулка я хотел купить макиту но попалась попался мне на зоне вот вот отзывы попались вот по данной модели это один к одному как макита можно сказать копия и и по всем характеристикам она этот воздуходулка одинаково с макитой но разница цене этот эту я покупал за 7 с чем-то а макита стоит 14 то есть два раза в чем преимущество данной в отличие от макиты ну функционал один и тот же она внешне копия по количеству времени работы одинаковая топом до 20 минут если при максимальном здесь есть возможность регулировки подачи воздуха от минимум к максимум есть фиксация и можно это все держать моделька вот такая вот сейчас конкретно вот что есть то есть напишу что написано здесь 21 вольт также есть свой аккумулятор на 4 ампера скажу так от макиты также подходит что большой плюс я могу сюда поставить от макиты аккумулятор хотя он на 18 вольт но он отлично работает и так чем преимущество данной воздуходулки от макитовской здесь есть два съемных патрубка 1 и 2 у макиты снимается только один этот этот здесь монолитный он не снимается и получается если на конце здесь у нас есть вот такой изгиб плоский что на маките если мы снимем что удобнее допустим в руке короткий вариант мы сняли здесь просто круглая труба то есть это большой минус что этот эту часть нельзя поставить сюда здесь функционал лучше улучшены вернее здесь все снимается я снимаю эту трубу ставлю эту сюда макиты этого нет и это большой минус еще раз повторюсь цена в два раза дороже функционал один к одному внешний вид один к одному но преимущество данного данной воздуходулки в этом перестановки данного элемента и цене то есть бренд дает о себе знать ничем не хуже данная воздуходулка поэтому это на заметку кто работает саду там выдувает хвою собирает листья и так далее не переплачиваете за макиту можно купить принципе неплохой инструмент один к одному с лучшим функционалом и дешевле и так я поделился своим мнением своим обзором кому будет полезно буду очень рад так как к сожалению профессиональной информации такой разжеванной не так уж много на просторах интернета когда предстоит что-то выбрать приходится сидеть читать отзывы собирать их по всему по всем сайтам по всем озоном по всем youtube и так далее и как говорится уже кто-то делать свои выводы поэтому кому будет полезно буду очень рад делайте свой выбор на основе ваших интересов ваших взглядов вашей деятельности и так далее